Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок. Меня зовут Дмитрий, я садовник и владелец личного подсобного хозяйства. И сегодня опять о подкормках. Хочу поделиться с вами отличным рецептом подкормки из травы. Все наверняка знают о такой подкормке, как бродиловка, которая готовится из травы, из одуанчиков, крапивы или других трав. Сегодня же я расскажу более простой рецепт. Например, если брать бродиловку, она имеет неприятный запах. После подкормки бродиловку хоть ты на огород не выходи. Запах, конечно же, неприятный. От моей подкормки запаха никакого нет, а эффект такой же. Эта подкормка называется ферментированный чай. Ферментация – это процесс преобразования нерастворимых веществ в клетках растений в легкодоступные и легкоусвояемые растениями. Чтобы приготовить ферментированный чай, подойдет любая трава с огорода. Это может быть скошенная трава где-то на поле, это могут быть сорняки после прополки. В общем, любая трава. Не стоит лишь применять траву, которую вы обрабатывали гербицидами. Например, газонная трава. Если вы обработали такую траву гербицидом, то ее ни в коем случае нельзя использовать для ферментации, для бродиловки и для компостирования. Такую траву придется выбросить. Ферментация – довольно простой процесс. Можно взять скошную траву и складировать ее в обычную компостную кучу. А можно засыпать вот такой вот черный пакет для мусора. Заполните такой пакет травой доверху и завяжите пакет. Если трава немножко подсохшая, то увлажните ее. И оставьте пакет на 3-4 дня. Летом очень тепло. И температура для ферментации должна быть плюс 22, плюс 27 градусов тепла. В таких условиях трава начнет процесс горения. Поднимется высокая температура. И если даже на траве, на сорняках присутствовали какие-либо вредители, либо различные фитопатогены, при высокой температуре горения, она может достигать 70 градусов, они все погибнут. Через 3-4 дня трава в пакете станет светло-коричневого цвета. Значит, она уже готова для нашей подкормки. В таком удобрении будет много азота, а также различных микроэлементов, так нужных для наших растений. Чтобы приготовить раствор для полива, возьмите перепревшую траву. Вот я вам покажу, как она выглядит. Вот такого она коричневого цвета. И заполните ведро 10-литровое на 1 треть. Залейте обычной водой, размешайте, и раствор готов для полива. Им можно подкармливать практически любые культуры. Это могут быть огурцы, это могут быть томаты, капуста, ягодные кустарники и плодовые деревья. Такая подкормка пойдет им на пользу. Растения быстро окрепнут и пойдут в рост. В отличие от бродиловки, которую нужно настаивать 5-7 дней, которая имеет неприятный запах, такой настой не имеет практически запаха. Данное удобрение легко приготовить, оно не требует никаких затрат и усилий. Перед тем, как подкормить растение, если почва сухая, пролейте ее водой, обычной чистой водой. Это касается любых подкормок, не только ферментированным чаем, но и различными другими удобрениями. Если почва сухая, всегда проливайте ее перед подкормкой чистой водой. Также хочу обратить внимание, что в таких подкормках, как бродиловка и ферментированный чай, очень много азота. Если переборщить с подкормками наших растений, особенно это касается томатов, то пойдет жирование, начнется активное нарастание зеленой массы в ущерб цветению и плодоношению. Так что такие подкормки лучше проводить в первой половине лета, когда растения действительно нуждаются в азоте. Кстати, таким настоем можно делать и внекорневую подкормку. Возьмите уже готовый разведенный настой в воде, 1 литр настоя на 10 литров воды. Все перемешайте и сделайте внекорневую подкормку. Растения быстро получат необходимое питание и начнут развиваться. Кстати, на дне ведра останется гуща из травы. Можно еще раз в это же ведро залить воду и приготовить, опять же, раствор для полива. Он будет немножко меньшей концентрации, но все-таки пойдет растениям на пользу. В конце останется гуща, которую можно достать из ведра, поместить обратно в компост, либо замульчировать этой гущей, этой вот травой, какие-то грядки. Также растениям это пойдет на пользу. Ферментированный чай из травы может приготовить каждый. Он не требует каких-либо денежных затрат и все материалы доступны каждому. Растения после такой подкормки начнут хорошо развиваться и дадут отличный урожай. Спасибо за лайки и подписку. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»